привет всем с вами и да и сегодня мы поговорим о косметике белорусского бренда релуи релуи это белорусская косметика итальянского происхождения итальянского позиционирования у них в беларуси очень много магазинов своих фирменных у них продукцию можно купить на многих сайтах белорусских ну и плюс ко всему в россии я думаю или в украине я думаю проблем с покупкой бренда релуи не будет ни у кого у них есть интернет-магазин который доставляет во многие страны в россию точно доставляет доставка там идет от какой-то суммы у нас по беларуси доставка бесплатная от 50 белорусских рублей она также эту косметику можно купить в сумме во всех сетях типа евро опта милые дискаунтера остров чистоты и также эту косметику можно приобрести на wildberries но сразу скажу что на wildberries цены на релуи ну слегка не слегка до завышена предпрочем как и на любую другую белорусскую косметику с данным брендом я познакомилась достаточно давно периодически покупала у них лаки для ногтей карандаши иногда пользовалась тушью вот но более близкое знакомство произошло наверное в прошлом году когда я пошла в магазин и как бы скупила практически все что мне попалось под руку ну разы самые разнообразные продукты все что мне попалось под руку от данного бренда больше всего меня впечатлил тогда скульптор и помады но обо всем об этом я расскажу вам по порядку я покажу продукты которые есть у меня расскажу немножко тех продуктов которые у меня были раньше я от них избавилась либо они закончились ну и в общем расскажу что я думаю о косметике данного бренда ну и с чего бы я хотела начать это с продукта которая с товара который у этого бренда как бы один из лучших один из лучших бы среди белорусской косметики это кисти для макияжа данные кисти у меня их достаточно много с данными кистями я просто познакомилась в прошлом году я скупила послушала видео блогера олера red out он и решила тоже попробовать данные кисточки купила себе несколько штук некоторые из них мне очень понравились некоторые не особо понравились некоторые не вообще не понравились и у меня получается раз два три 4 5 6 7 у меня сейчас коллекции 7 кисточек от бренда релуи и о каждой из них я расскажу вам по порядку значит первая такая кисть это кисть релуи про кабуки я ее использую для нанесения всевозможных пудровых текстур она такая достаточно мягкая кисть синтетическая туго набитая пудру переносит идеально но небольшая проблема она переносит ее очень много поэтому нужно быть немножко аккуратно аккуратным с дозированием пудры на данную кисточку иначе вы рискуете нанести себе даже с хорошей пудрой на лицо слоеный пирог а вот но единственная у меня претензия к этой кисточке это то что она не очень удобно в дороге да она маленькая но на ней нет никакого чехла и вот так вот закинуть ее в косметичку поехать куда-нибудь отдыхать потом вы рискуете достать из косметички какое-то смятое нечто поэтому я этой кисточкой пользуюсь только дома следующая кисть это такая вот скошенная кисточка тоже лилуи про для нанесения румян и скульптора бронзера эта кисточка пока что моя самая любимая своей кисти за его я еще не попробовала поэтому пудру скульптурирующую и румяна я наношу только вот этой вот малышкой она достаточно туго набита она переносит хорошо пудровые текстуры на лицо она не петнет хотя со скульптором от релуи петнет напитнить наверное невозможно но тем не менее она очень деликатно переносит румяна на щеки и вообще не пользоваться очень очень удобно это наверно моя мой фаворит среди всех кистей релуи я и пользуюсь и думаю что куплю еще одну такую кисточку чтобы не перемешивались румяна и скульптор на кисти следующая малышка это кисть по моему номер пять вот такая вот двусторонняя кисточка для бровей я ее не успела помыть к сожалению но это только показывает а то то что я ей пользуюсь значит у меня есть вот такая вот похожая на нее кисточка от анастасии beverly hills вот они две практически сестрички и честно говоря я в использовании разницу между этими кистями не нашла то есть одинаково помадка хорошо наносится и вот этой кисточкой от анастасии и вот этой кисточкой от релуи про стоишь разницы что такая кисточка стоит порядком 20 долларов на официальном сайте а вот такая кисточка стоит 2 доллара то есть белорусском нашем магазине можно купить в районе пяти там четырех с половиной белорусских рублей то есть согласитесь разница стоимости в десять раз а в применении они практически не отличаются эта кисточка у меня достаточно старая использую ее часто вот она уже даже немножко потрескалась я думаю как только она придет в негодность я куплю еще одну такую кисть потому что за два доллара честно говоря пока лучше продукта не видела следующая кисточка это вот такая вот кисть для растушевки на у меня видите немножко напитала красок от теней и раньше и достаточно часто пользовалась она мне нравилось но единственное к ней замечание со временем она очень сильно распушилась то есть она уже напоминает не кисть для растушевки а кисть для хайлайтера чтобы по носику проходиться то есть для моих глаз они глубоко посажены там нужно очень деликатно проводить все линии иначе получается не растушевка какой-то фенгал вот эта кисточка на просто не помещается не не пригодна для моих глаз сейчас получается я ей уже не пользуюсь другую такую кисточку и покупать не буду за такие деньги я думаю можно найти себе кисть получше либо может быть у вас большие глаза нужно хорошая большая кисть для растушевки тогда да тогда бы я ее порекомендовала и плюс ко всему она кисточка натуральная по моему ворс козы когда я использовала ее первые месяцы она немножко лезла но я читала что это нормально ты таких кисточек для натуральных ничего в этом страшного нет как бы для меня страшно то что она сильно распушилась и наносить ей тени я уже не могу и из этой же серии у меня маленький маленькая кисточка бочоночек она тоже уже из белой стала такой розовый из-за теней данную кисточку я приобрела вместе со всеми остальными а вот эта кисть не на очень нравится она очень хорошо наносит структуры она в меру мягкая меру набитая тени и наносить очень хорошо то есть можно на нижнем веке работать данной кисточкой она не пушится она не лезет то есть ну кисточка просто отменная я думаю что как только она тоже придет в негодность я куплю себе такую же кисточку ну и две малышки от рилуи про про с натуральным ворсом по моему пони одна такая плоская для нанесения мне нравится глиттеров сатинов блесточек она хорошо подходит ну и 2 такая бочонок побольше чем вот это вот беленькая у меня кисточка она такая более объемная тоже и хорошо очень растушевывать на моем узком глазу в глубоко посаженном глазу ей хорошо тушевать текстуры и хорошо смешивать тени на глазах и набираются в принципе тени данными кистями отменно в общем кисти мне от рилуи очень нравится то есть это отличные бюджетные кисти можете попробовать я думаю если до сих пор вы данными кистями не пользую не пользовались цена за пробу таких кистей не очень высоко но получите вы отличное качество дальше переходим к помадам меня на данный момент в руках 4 помады от под бренда комплименте это рилуи выпустила вот такие вот помадки там получается около 20 оттенков помад с по моему с 1 до 9 это помада называется true matte такие очень плотные очень сухие помады которые идеально наносятся на губы и с этими помадами можно ходить буквально с утра до вечера да если вы ничего не едите не пьете они продержатся наверно ну как от мэйбелин вот эти вот помадки которые не отодрать с губ носятся помады очень хорошо и от 9 10 номера по 21 по моему есть у них под вид комплименте nude matte это нюдовые помады они такие более спокойные чем true matte true matte они яркие вот как видите здесь у меня три штучки есть такие прям огненные яркие темные томные отлично держится nude matte они держатся немножко хуже не не то что плохо они немножко меньше держится чем true matte цвета более сдержанные более такие пастельные но они и на губы ложатся гораздо лучше чем true matte true matte они могут сухие губы трескать либо показывать трещинки которые у вас находятся на коже не с nude matte таких проблем нет эту помаду вы с утра посадили пошли на работу и до обеда точно вы ее проносите без всяких проблем значит у меня было гораздо больше таких помадок но некоторые меня не подошли по оттенку я их отдала свекрови некоторые из таких помадок одна вернее у меня испортилась я ее выбросила ну а некоторые я с некоторыми я поменялась то есть одну помадку я потеряла мой любимый тон nude matte 11 она такая очень нежная очень нюдовая подходит наверно любому типу внешности и вот я и пользовалась больше всех походу куда-то в какую-то сумочку запихнула и не смогла найти для видео но поверьте мне если есть возможность посвочить именно nude matte 11 номер это лучше наверное нюдовая помада стойкая которую я вообще встречала у меня есть 13 помадка она такая очень нежная немножко ярче чем 11 номер ей тоже я пользуюсь часто здесь у меня три помадки одну из них мне отдала свекровь это такая сиренево розовенькая помада на губах смотрится достаточно красиво но не всем подойдет то есть это холодная помада одна из немногих холодных помад который мне подходит вот эта помада сейчас у меня на губах красная это мой помада номер 02 предыдущая была кстати 07 помада номер 02 это мой идеальный красный сейчас на умену губах как я уже сказала данная данный цвет мне очень нравится он подходит под любой мой наряд под любую вечеринку и вообще самый классный красный цвет который я встречала при большой очень плюс что она не отпечатывается на бокалах с ней можно есть ней можно ходить на праздники без страха размазать помаду по всему лицу ну и последняя помадка которыми есть на руках это цвет 03 она такая вот в тюбике как барби розовая но на самом деле на губах что-то средне между розовым и коралловым цвет изумительный это самая идеальная коралловая помада для меня но вас самой формуле помады по наверное либо допустили какую-то ошибку либо не подходит данная формула для моих губ почему-то когда я наношу ее в один слой она пятнит то есть она полосит нужно как-то подкрашивать разук раскрашивать эту помаду по губам лучше если я наношу два слоя она начинает при засыхании трескаться и отваливаться буквально кусками то есть макияж губ уже испорчен данную помадку я очень часто вожу с собой на отдых она именно вот на под южным солнцем ее цвет вообще классно раскрывается такая летняя яркая классная помада но мои губы не нашли к ней подход я ее конечно же дамажу мне очень нравится цвет но чтобы ее нанести на себя это постоянно приходится прибегать каким-то танцем с бубном то есть приходится закрашивать чуть ли не каждую проплешенку на губах мне это не очень нравится дальше из релуи покажу вам такую штучку как масло для ногтей то есть это единственный продукт для ногтей которые у меня есть от данного бренда лаки мне как-то нравились но больше мне нравятся лаки и фраше go green они как-то и более стойкие и цвета мне больше подходит кисточка удобнее ну а масло для кутикулы мне понравилось но к сожалению зимой от этого масла у меня еще больше трескаются руки у меня очень топичная кожа поэтому данное масло хотя казалось бы масло должно питать но почему-то мою кутикулу оно не столько питает сколько трескает и наносить я могу его только летом если у вас не такая топичная кожа как у меня я думаю она вам подойдет больше дальше сухие текстуры у меня есть вот такой хайлайтер в одном из своих видео я уже его показывала голографический хайлайтер единорожка тут такой он двухцветный один цвет более такой перламутрово-фиолетово-зеленый второй цвет перламутрово-розово-зеленый то есть на лице он дает какую-то зеленцу мне кажется он создан для каких-то более креативных мейков для чего-то такого яркого на хэллоуин хотя насколько часто вы краситесь на хэллоуин вот либо наверное для подростков которые на которых будет зеленый хайлайтер смотреться не так инородно как на взрослых женщинах сейчас сегодня его нанесла под бровь то есть в качестве дополнения к моему макияжу вот под бровью он мне понравился но честно говоря у меня очень много хайлайтеров поэтому это скорее всего я буду отдавать подруге он такой вот имеет цвет если его смешать такой сиреневый на руке красиво блестит видите но на лице я не вижу его может быть если кто-то будет использовать в качестве теней данный хайлайтер им и понравится но мне к сожалению он не очень понравился как бы да и стоит он уже не так дешево он где-то я его покупала в районе 9 белорусских рублей это где-то около 4 долларов как бы конечно бюджет но за 4 доллара можно купить хайлайтер от эвелин от эскатрис от эстрад и он будет смотреться на вас гораздо лучше чем вот это вот единорожка жаль также из сухих текстур у меня есть вот такой легендарный продукт от релуи про это скульптор он у меня в оттенке 01 универсал и это действительно самый универсальный скульптор наверное который можно только представить себе он не рыжит он не пятнит он идеально ложится на кожу это у меня вторая баночка уже первую я практически допользовала бы образовалась там уже такая большая дырень но когда я несла его в руках уронила и скульптор разбился поэтому я незамедлительно пошла магазин купила себе новый его с им имя очень часто пользуюсь пользуюсь с удовольствием то есть это скульптором и меня немножко еще смуглая после отдыха когда кожа бледнеет он не смотрится инородно на коже когда вы смуглые может быть его будет немножко недостаточно недостаточно пигментации но зато вы также не напитните этот скульптор мне напоминает вот данный продукт от шарлотт силбери здесь есть такой скульптор бронзер в этой двушки в палетке то есть они практически по структуре по методу нанесения не очень очень похожи стоит лишь разница что вот эта штучка стоит 2 доллара а вот эту я купила за 60 65 у перекупов то есть ну как бы разница на лицо если у вас нет какой-то люксовой косметики смело покупаете скульптор от релуи и вы скажете спасибо то есть эта вещь суперская это мой любимый продуктуры у релуи я его покупала покупаю и буду покупать дальше пока наверное они не сниму данную вещь с производства следующие продукты это такие вот сатиновые тени не сатиновая не называют их спарклами вот такие вот три спаркла от релуи это новинки сияющие тени жидкие для век и матовые тени которые я использую использую как консилер либо как подложку под другие тени на вот этих вот бежевых тенях другие сыпучие тени держатся гораздо лучше они очень хорошо наносятся и как бы ну я менее было базы под маке базы под тени urban decay но я скажу что слышала мнение что чуть ли не сходится у людей ожидание и реальность от вот этих вот двух продуктов то есть база urban decay и жидкая подложка от релуи они чуть ли не одинаково работают не знаю насколько это правда но мне данный продукт очень понравился я буду им с удовольствием пользоваться на не буду наносить на него свои какие-то сухие текстуры сухие тени которые осыпаются и хочу попробовать еще другой оттенок то есть у меня от ситон номер 11 данных теней они есть мне есть светлее хочу купить себе еще пару таких вот тюбиков и попробовать как они будут все смотреться на мои глаза думаю я не пожалею то есть хорошая база за тени за 3 потенит за 3 доллара и вот такие вот жир жидкие спаркла для век вообще с жидкими тенями от релуи я знакома я покупала их жидкие такие металлические тени metal high по моему это люкс визаж в общем покупала жидкие тени от релуи но к сожалению на моих веках они скатывались веке у меня очень структурные наверное жирноватая и один тонус один слой тона теней смотрелся очень так бледненько два слоя уже отваливались то есть скатывались и отваливались с этими спарклами похожие ситуации я их пробовала уже не единожды мне очень нравится такой вот зелененький доохромный зелено-фиолетовый спаркл где-то на видео даже я уже с этими тенями выступала и еще два себе прикупила таких спаркла это фиолетовый очень красивый цвет нежно-фиолетовый такой сиреневый и розовый попросила у подруги на 8 марта на мне такой подарочек преподнесла нежно-розовый цвет сегодня на глазах у меня данные тени можете заценить как бы красивые тени но у них такая же беда как и у их теней жидких вот этих металлических когда я наложу на хана накладываю один слой они не очень яркие вот сегодня у меня один слой на глазах мне не хватает яркости у этих спарклов когда я наношу два слоя тени становятся более яркими но постепенно начинают скатываться и чем дольше ли их ношу тем больше они скатываются к вечеру у меня уже на глазах появляются дыры от этих теней они отваливаются буквально кусками поэтому если я их буду носить буду ими пользоваться тени хорошие они мне нравятся но на мои мои веки больше чем один слой нанести не рекомендуется невозможно вот если у вас может быть более сухие менее текстурные веки чем они мои может быть вам можно и можно будет наложить два слоя я бы вам порекомендовала купить эти штучки то есть их советую что они чуть ли не такие же как а спарклы от наташи диноны жидкие вот эти триохромы не знаю я триохрома один она не пробовала и честно говоря пробовать не собираюсь слишком это дорого и нецелесообразно для меня учитывая как жидкие структуры текстуры вернее ведут себя на моих веках но вот эти штучки я попробовала разочарованные не осталось очень быстро они наносятся прыгают на веки очень быстро застывают с ними получается быстрый и красивый макияж мне они нравятся советую купить советую попробовать хотя бы одну какую-нибудь один какой-нибудь цвет который вам понравится думаю вы не будете разочарованы ну и для глаз еще у меня есть вот такой вот карандашик контурный это каял карандаш цвета наверное бирюзы синий цвет морской волны не знаю как его обозвать лучше он сейчас у меня на нижнем веке карандаш очень классный легко растушевывается прыгает буквально за 2 доллара эта вещь прыгает сама к вам на глаза и растушевывается да люксовых каких-то карандашей не всегда есть такой эффект здесь же карандашик очень классный карандашик хороший есть там в данной линейке представлено очень много цветов можете посмотреть где продается косметика лилуи там разные тона я хотела себе заказать еще и голубой но к сожалению его не было в интернет-магазине где я заказывала поэтому может быть когда-нибудь зайду в какую-нибудь сеть там милая люстра в чистоты и докуплю еще пару таких карандашиков этот карандаш по цвету мне напоминает цвет из палетки анастасия беверли-хилл сам рейзи там такой голубенький есть он уникальный я его люблю на нижнее веко наносить ну и честно говоря это на карандашик ничем не уступает анастасии по моему очень неплохой макияж получился вот с этими двумя продуктами у меня сегодня то есть вот этими розовенькими спарклами и голубым к синим карандашом от анастасии анастасии простите от релуи ну и последнее что я хочу сегодня вам показать это вот такая вот тушь экстралаж от релуи вообще о белорусских тушах ходят легенды а тушь а тушах бренда релуи люкс визаж даже битых где-то уже успел отметиться действительно белорусские туши это такой уникальный продукт почему потому что за там 23 доллара буквально вы получаете себе тушь которая не хуже люксовой вот это вот уж экстралаж мне очень понравилось она делает ресницы естественными но красивыми одновременно то есть немножко их упышняет немножко удлиняет не отпечатывается на верхних веках и ведет себя очень хорошо на глазах единственная претензия у меня к этой туши это когда красишься и больше месяца-двух в зависимости от того часто вы красите она становится сухой и не слишком стойкой на ваших глазах то есть если вы например с утра накрасили к вечеру уже на нижним под нижним веком вы можете найти такие паучьи и лапки она начинает осыпаться вот это единственная претензия но извините за 2 доллара я на распродаже ее купила это тушь ну как бы можно месяц поносить выбросить купить новую и вообще без проблем то есть туши от многих люксовых брендов стоит там 20 25 30 долларов вы отдаете такие деньги получаете примерно такой же эффект но как бы тушь это такой продукт я считаю это как раз расходник им вы краситесь месяц-два после этого в ней начинают образовываться какие-то бактерии вредные какие-то соединения которые могут раздражать глаза поэтому тушью больше там двух месяцев я никогда не пользуюсь и каждый там месяц-два покупать уже с 25 долларов зачем если можно купить тушь от какого-нибудь белорусского бренда и в принципе это будет идеальное покрытие для ваших ресниц здесь такая незамысловатая кисточка резиновая она очень хорошо рассоединяет реснички хорошо очень ложится и вообще тушь бомбическая просто-напросто я очень довольна куплю еще что-нибудь себе от релуи я еще пользовалась их тушью пышные реснички с ароматом розы без ароматов розы она тоже классно делает ресницы очень классными на та же проблема через какое-то время начинает немножко подосыпаться свекровь меня также любят косметику от релуи постоянно себе что-то покупает и в принципе тоже ее хвалит особенно тушь пышные реснички еще от релуи у меня была подводка для глаз но к сожалению я такими подводками с острым кончиком не очень умею хорошо пользоваться я больше люблю подводки в баночках как пример сейчас у меня подводка от лореаль кисточкой вырисовывать какие-то стрелки века у меня нависшая поэтому сильно большие стрелы на мои глаза смотрятся не очень красиво если такие не вырисовываю или делаю маленькие аккуратненькие стрелочки и в принципе не этого хватает такой подводку я подарила свекрови она в восторге она радуется она красится и очень нравится там по мой лайнер карандаш также от релуи еще у меня были румяна обычные такие ничем не примечательные румянки то есть для своей цены хороший продукт в принципе это все что я хотела вам сегодня показать о чем рассказать вообще косметика релуи это какой-то такой белорусский белорусский маст хэв на раме с люкс визаж белор дизайн которые выпускают очень много классных продуктов за очень очень приемлемую цену то есть вы буквально там за 20 30 50 долларов вы купите себе корзину косметики которые будете с удовольствием пользоваться я правда еще ни разу не пользовалась их тоналками вот парадиза у них там есть серия но честно говоря слышала не очень хорошие отзывы поэтому пока не рискую пока пользуюсь корейским тональником но в принципе что помады что тени жидкие для глаз что туши туши это вообще best of the best карандаши для глаз у них все очень и очень неплохое а вот такая вещь как скульптор это вообще попробуйте один раз влюбитесь и будете пользоваться всегда это все что я хотела сегодня вам рассказать подписывайтесь пожалуйста на мой канал если вы заметили я купила себе лампу надеюсь теперь качество моих видео будет лучше возможно со временем куплю микрофон если мой канал пойдет дальше пока у меня не очень много просмотров вот я стараюсь я крашусь я составляю какое-то свое мнение косметики передаю его вам чтобы вам было легче определиться с выбором поэтому пожалуйста поддержите меня лайком подпиской комментарием напишите что вам нравится в моих роликах что не нравится и я дальше буду для вас стараться а сейчас пока пока